Привет ребят! Вы видели новый образ инвокера? Чтобы получить его в доте, вам нужно прокачать 305 уровень компендиума. А на тесте дроп его можно купить не за 8000 рублей, а в 55 раз дешевле. Также на тесте дроп можно выбить аркану на шейкера, голого акса, а может даже мини аегис или статет Курашана. В кейсе всего от 9 рублей. При выигрыше баланс закинут тебе прямо на стим. Чтобы было еще больше шансов, деживый промокод STRANGE на халявный кейсик и 15% к пополнению баланса. Тесте дроп. Шансов больше, чем и со страйка Миракла. Привет ребят, сегодня у нас будет такой чильный ролик на мипа. Я уже записал Рубика и уже записал... Кого я записал? Я не хочу спойлерить. Я открою сейчас просто этот профиль, вы увидите кого я записал. В общем я записал Рубика и еще кого-то. Оба игры хорошие, очень интересные. Рубик выйдет завтра, а еще кто-то послезавтра. В общем, сегодня просто лайтовая игра на мипа, где я поиграю против Виверны, против инвокера. Тяжеленькая будет игра, но я вам покажу, что умею. Постараюсь на нем хорошо поиграть, побегать. Ну, как всегда у нас сборка одинаковая. Сборок, который Дахак показал через щиток, топорик и носки. Почему так? Многие просто на мипы не берут щиток. Объясняю. Щитоку покупаете с 200, продаете за 100. В сумме вы потратили 100 золота, для того, чтобы простоять весь лайнинг. Плюс довольненько уверенно фармить лес, начиная с третьего левела. Лайны? Лайн должен быть простым, потому что в любой ситуации я скушаю тангус, в любой ситуации я иду в лес. Ну, это отца меня подтыкивает, но у меня всегда есть пув для того, чтобы добить крипа. То есть это не проблема. Дальника лучше сдонать, потом взвал скидет. Отлично, еще я тоже сдонаю. Тут нужно аксессуровать внимание на добивание крипа пуфами. Дальника не смог добить, потому что инвокер прям постарался. Инвокер прям потеет против меня, он прям хочет мешать по крипам мне играть. Но мне все равно, потому что у меня есть щиток, который блокирует тычки его. У меня есть возможность вполне неплохо ставить лайв за счет того, что я пуфами всегда добиваю крипов. Ну, типа, если мне нужно добить дальника, то я всегда потрачу на это пуф. Ну, сейчас, например, я понимаю, что в общем-то пора, я вполне уверенно могу и без пуфа добить. Сейчас я фейкнул пуф для того, чтобы он думал, что я нажимаю. Дальника он не добил того. Лучше сдонаю дальника вместо золотых крипа. Я уже двух дальников убрал у него. Тут я понимал, что он будет пытаться добивать крипа, тем самым я прохорошую пуфом. Лайнин пока что хорошо стоит. Опять денаев, на ми пока денаешь крипов это многого стоит. Я ничего качать сейчас не буду, потому что на третьем навеле я возьму пуф-звойку и возьму себе ультимейт. Так, добил. Не успел. Денайль. Красиво. Вот, сейчас мы выключаем ультимейт и пуф-двойку. Тем самым мы теперь уверенно фармим лес. Я хочу потестить давно уже сборку такую через фас-сапог на мипа. Не знаю, я видел, как так делают на хай-птс именно люди против макаки и т.д. Но я хочу купить фас-сапог, попробовать с фас-сапогом пофармить леса. Мне кажется, это норм тема. Типа, ты за счет сапога быстро добегаешь до спотов, тем самым тебе проще их будет фармить. Ну, типа, ты зафармил и все, и все круто. Поэтому надо потестить. Так, сделал. Все, пуф нажал, везет. Дальше я делаю в рейсбэнд, в рейсбэнд. И, наверное, какой-то айтем на драку хочу. Просто раньше я делал 3-4 в рейсбэнда. Сейчас я не знаю. Может быть, стоит сделать... Так, стойди миг. Нужно нажать два пуфа. Пытается пробить прям меня. Ну, и вот, например, агрессор, агрессор. Самый настоящий агрессор. Пытается криповочков подонать. Но мне не важно, потому что я все равно так же быстро фармил лес. Плюс сейчас я мипана второго процежу по хп и отправлю на базу. Потом главное пуфу к нему. Этот спот не тяжело, чтобы зафармить? Нужно будет пуфу в тройку фармить. Ну, вот, зафармить этот спот, у меня вполне уверенно получится. Я застакую. Сразу же на базу отправлю. Ой, не говоришь, что ли, вниз? Ну, это нет никаких причин. Так, там спот стакнулся. Отлично. Есть рейсбенд. Второй рейсбенд сделаю, потом сделаю птшку. Хочу ли в этой игре делать блинк против Молокера? Если я прыгаю, я смогу его убить, даже если он там много что-то на кастану будет? Ну, вообще, да, у меня есть шанс его убить. Я, наверное, могу пробовать делать блинк и начать ромить, убивать ее карту. А еще против Верны важно нафармить быстрый Блейд и Хекс. Почему? Потому что, если ты прыгаешь с Эблейдом, ты... Если есть возможность нажать Эблейд в мип, в которого ульта нутрица ты главного отведешь. Также, если вдруг ты играешь с Эксом, ты есть возможность прыгнуть и убить Верну до ее ульты. Поэтому я, наверное, сделаю блинк для ранних файтов. Буду убивать всех и вся. После ранних файтов я куплю себе в Рейсбенд... По сравнению с файтов блинка я куплю себе и Блейд, и Хекс. То есть я делаю в Рейсбенд в Рейсбенд и Блейд, Хекс, Блинк. Да, все правильно. В Рейсбенда хватит одного. Двух, точнее. Как же он не хочет, чтобы я крипово добивал на линию. Да на, это старается. Бля, какой умненький. Умненький ты домового блинка, друг. У него тычка большая такая. Так, сейчас главный мип, нужно будет пуфнуть на базу. Кто-то уже зарегинился. И потом нажму ТП. Хоть какие еще варианты. Есть вариант второго мипа отпуфить на базу, попфармить лес. Главное, ТП хнуть. Но я не хочу ТП так тратить. И что, как лучше? Если я пуфну сюда, то, по сути, ТП начнет кдшаться раньше. От перемена слагаемых сумма не меняется. Тогда, да, профитней ТП. Сразу же нажать, и оно пойдет в КД. Да, все правильно. Профитней ТП нажать... Я сейчас пуфу этого мипа. После этого жму ТП на базу. Забираю шмотки и пуфу мипа назад. В итоге у меня ТП уже идет на КД. Ладно, пуфу мипа заранее. Это здесь хорошая делива такая была. Мипа пуфнул. Этот его влез. Главное, отрегинился. Опять закупился. Продать. Регенимся. Так. Закупили. Шток уже можно продать. Отлично, зафармили. Сток, ну. Ну, спаги, кстати, довольно-таки приятно на спотах споту перемещаться. Мне нравится посыпок на мипу. Давай, давай. Мне нравится, что каждую игру, которую я записываю, каждую игру, которую я играю, кто-то вылетает и кого-то нет еще лет. Вот я смотрю, типа, по Дота Плюсу. У вас не показывается, да? Да, у вас не показывается. Смотри по Дота Плюсу. Чел играет, типа, он играет стабильно. Он играет 3 дня назад, день назад, 23 часа назад. Он играет постоянно. Но почему-то он умудряется вылетать. Мужик, зачем ты вылетаешь? Ой. Чем ты вылетаешь? Он в игре. Он в Дота 2. Непонятно, реально, чего он не заходит. Как я говорил, стакаем этот спот, потому что прорубленный лес позволяет это легко делать. О, вернулся. Не услышал стаков. То ли не стакнулось, то ли стакнулось. Остается у меня пробивать, но в этом мало смысла, потому что мне все равно быстрее гениться. Вызрать штычки, которые могу делать по крипам, чтобы быстрее пушить линию. Так, я уже начну сейчас из-под стак, фармить. Кайф. Приятно. Красиво. Ну так, чуть-чуть, зафармим. Я зря так рано, чуток продал. Да ладно. У меня сейчас будет шайн. Спей, еще. Стак, нет, сапог очень хорош. На сапоге очень просто крипов так пулить, на сапоге очень просто спот, а так спот убегать. На шайн перейдете, стакан? Не подойдете. Ну, никто не ответил, типа, что мне, бегать за ними. Курица Реюзна, потому что мне очень важно, она сейчас. В Рейсбенд очень сильно ускоряется, мы фарм. Беседки я сейчас на бейп практически всегда играю. Берусь, я тут тогда, когда у меня есть возможность убить. Я понимаю, что, ну, чтобы увидеть влокера, нужно, чтобы он прям очень сильно ошибся. А я не хочу тратить на это время, типа, ловить его на ошибки какой-то, возможный, когда я могу спокойно фармить леса очень быстро. Но это не знаю, зачем. Нет, все очень хорошо. Снэп Метеор. Снэп Метеор придумал. Снэп нажал. Побью. Плюблинг без третьего Рейсбенда. Вполне нормально. Может, там будет какая-то руна. Ну, вар на руну есть. Да, вар на руну есть. Ну, и не покерен, в самом деле. Ты помнишь, что у него был вард, и не про чё, кому поставил, потому что мне как-то все равно. Ты понимаешь, ну, и вопрос, чтобы выиграть, нужно фармить, и все. Вообще ничего делать не нужно. Просто качаешься, а потом с шмотками приходишь и убиваешь. Там герои такие, что, ну, виверную не особо боюсь. Ее реально переиграть. Стоп, 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 стоп. Я просто отмойю. Снэп чуть-чуть. Плоховато грибы идут. На базу просто схожу. Обоими. Потому что время не тратить лишний раз. Так, ПТ-шка есть. В Рейсбене третий не хочу. Блин, я не знаю. В Рейсбене слишком жадно. Хотя, по сути, в Рейсбене у меня есть возможность еще быстрее фармить. Я лучше сделаю блин быстрее чуть-чуть. Мало смысла. Не, не, не. Тяжело без третьего Рейсбенда. Четыре это много, да. Но третий, как по мне, вообще мастер. Улетел. Третьего Рейсбенда вообще мастер. Не больше. Сейчас пока ничего качать не буду, чтобы потом прокачать таланты бонусную мипку. Как я обожаю этого героя, Господин. Обожаю именно играть на нем без скриптов. Потому что есть люди, которые кайфуют на то, что побеждает на нем. А я люблю именно нажать кнопки. Быстро фармить, как я там контролить. Ябанов разводить в разные стороны. Это очень прикольно. Почти ушел. Сейчас у меня почти в ангуарпсик попадает. Сейчас сюда пусну его. Не профит, не спа зафармить, чтобы получить фулл-экспа. Потом тот. Мид он не пушит. Пытается динайить мид, но это ошибка от инвокера. Если инвокер фармит только мид, то он медленнее по фарму разгоняется. Если он медленнее разгоняется по фарму, то, очевидно, потом я буду выбивать. Отлично. В общем, пора уже на инжентов отправлять. Самое время. Десятый левел на восьмой минуте. Слишком много лет. О, наконец-то надумался, что можно лайн пушить. Все, на инжентов отправляю. Пока что это пофармлю сам. Пока я фармлю тот спот, они только пробьют немножко инжентов. А, големы. Не повезло. Ну что, можно тогда зафармить этот спот, а этот големов стакнуть. Тут я стакую. Тут я стакую сейчас. Тут я стакую. Хорошо, мы сейчас идем фармить сюда. Героин толкнули этот лайн. Фармил этот спот. Возьму все-таки лопату в четверг, чтобы еще быстрее фармить. Так, быстро зафармили этот спот. Сейчас быстренько выхожу на инжентов. Должен быть дабл стак тут. Не вышло. Ничего страшного. Все, покупаем блинк. Теперь блинк приносит сюда. Одно мид, которое ломано на базу. Второе выходит на мид. Будет получить экспульку. Все, пиздаем, короче. Капешку купили. Пуфуем. Сетки нет. Я down. Вот это вся суть, почему я не беру сетку. Потому что я down. Это одна причина. Без разницы. Вся суть ультави верны. А кто там говорил, что вверно контрит в мидку, а? А? О, диди сейнига. Кто там контрит? Я не законтрил даже верно шестым левелом на 10-й минуте. Какая вверно, мужики? Какая вверно? Да никакая, наверное, нахуй не страшна. Красота, конечно. Красота. В такой момент, парни, заслуженно лайк с вас. Какая-то цена сердечко. Именно сердечко, а не сердечко. Вот туда. Я покачаю этот спот. Down. Ну, я, в смысле, системы куда уль. Перекладываю в рейс-бэндики. Красиво. Работа, кто не избран. Белый левел огромный, пиздец. У меня 15-й уровень, на 12-й. Так, не успеваю. Попору пора продать. Купить ультимейт орб. Отлично. Урон от пустят или уклонение? Я думаю, уклонение. Потому что я буду сам по себе миссовать. Если он ультонет меня, наверное. Бегу, бегу, бегу. Жрифт можно больше. Убежал, как мог. Кажень, штат не добил, бежал к нему. Где там, Бан? Да, мне бы на самом деле хороший антропик кондайнга в этом плане. Не хочу против Верны сейчас пока что пушить. Не хочу против Верны пока что пушить. Давай снесем. Давай, давай снесем этот лайн. Я не хочу пушить против Верны. Может и без меня. Очень опасно пушить против Верны. Концентрайк рандомный. Там-то я был в хорошей позиции. А тут не самое лучшее. Мне сказал, да фармить нам пахнет. Тоже бегом. Не знаю, куда, но бегом. Я подхожу, верни, тупи и арзи буду. Давай, давай, я иду, 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 иду тоже. Вашу. Прошу. Собывай мне на волшебство. Тут в этаже. Че я быстрее вроде. Что? Типа у меня очень много того, чтобы я боялся их. Ой, ну слишком много их. Я просто убиваю одного, второго. Они все, они знаете эти как, как их объяснить, как зерги. Вот, как зерги из Старкрафта. Ты убиваешь одного, третий идет, четвертый идет, пятый идет, шестой, седьмой, восьмой. Это как конвейер какой-то. Ты убиваешь их, убиваешь, они возвращаются. Нельзя так на нее поиграть. Типа, если вы так реально убиваете, помните, что одна ваша смерть отдает вот столько денег примерно. Четыре тысячи, сто дворчей золота. Поэтому не стоит лишний раз умирать. На Виверну топ-1 левел сейчас. Поэтому я обязан закончить Хекс как можно скорее. С Хексом ее убивать. Прыгать тупо Виверну, убивать ее прям по-фасту. После, не делайте, Радик, мы очень быстро закончим. Возьмите артефакты, чтобы пушить со мной. Все, давай, давай. Бери, Владимир, нам. Руна собери в боте на Брис Лебеке и в топе на спектре. Поздравить с фейзами на 15-й парня. Так сказать, заслуженная плата на победу. Думал, что он-то будет в инвокере. Ну, так чисто понадеялся. Нормально. Так, ножи 18-й плюс Хекс. Пойду убью Виверну, потом пойду на Рошана. Так, вот раз-два. Хорошо. Красиво. Ну, я как же скучаю по тому мипу, который раньше замедлял своим, своей пассивкой. Ну, а Джорн, на самом деле, тоже довольно сильно. Давай, 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 парился. Так, давай, пора бежать. Я не верю, что нам нужно драться. Все круто, все круто. Там Шрайн есть. Бля, пацаны есть? Тамба. Я стараюсь, что вода, ланя, а ты, пацаны, снила, снила, снила. Тамба, тамба наверху. Я не могу, я не могу пойти на нее, мы медленные. А куда ты там делался, дружок, пирожок? Я же знаю, какой-то пошел. Куда ты собрался-то от меня, ребеночек? Ну, башнями не забрать прям сейчас. Похуй, наверно. Там я должен и блейд сделать, чтобы она не могла мертонуть. Ну, верно, не может салубить мипа, если мипа грамотно собирается. Заберите кучу скади, я вас не убьет. Вы просто будете жирными, вас не убить будет. Вот как, кстати, пока что слабенький. Что, он ничего снимет с него, это дерьмо? Батя. Батя, гений. Я заранее липанов туда отвел. Заранее в главном шел разводить скаймага, ой, не скаймага этого, виверну на уль. И при этом отвел всех остальных, чтобы встретить других, лопал сетками. Не, игра очень крутая пока что, показательная. Вопс. Красота. Не, скаймаг, батя, он встретил верну. Я нарошан. Так, цены, эти урёбки заебали меня. Что, пространство даешь, мужик? Нарошан убит. Кстати, миссы не спасают особо. Не чувствуют. Всех стыну. Миссы, я не знаю, просто кого даже брать нужно. Мне не нравится пока что. Ну, ломайте их тролли внизу, там кто пришел. Нет, шеетвера больше. Я не знаю, зачем люди берут против мипа АОЕ кнопки. Ведь можно взять герой, который будет бить одного мипа. В итоге, ты сможешь убить мипа, а не косы всех по чуть-чуть, чтобы он регенился. Зайника не понимал таких людей. Че, давай обмить. Пайп есть, типа мидельфить, в принципе, не о чем вообще. Возвращаюсь сюда, дракон. Мне по нами отфармлю лезть, сам бегу к команде. Скаймак, приоритете фокуси виверну. Она единственная для меня проблема сейчас. Ну, я с хексом буду стараться в нее прыгать. Если мы ее видим, должны убивать. Верную скаку. Пора нажмешь, когда большой. У меня Егис, не забывайся тоже. А еще тут, скорее всего, вард стоит. Есть в какой-то сентре? Нет, нету варда. Нету варда. Бешит? Ну все, неуверенно, ульты нет. У меня весь проказ сейчас будет тратить. Туда я даже не убьют. Баны зомби апокалипсис. Красота. Ой, какая же ебка, но пригенится на базе. Тяжело контролировать, на самом деле. Верен. Отлично. Вот вся суть контролирует. Верно, если я оверфарм, тебе покер, если покер не будет. Плохой вообще. Потратили все возможные кнопки у меня. Где там бай? Упал по нему. Надо босс ломать им. Пока есть время. Есть у нас флагмир какой-то. Пайп, ну он умер. Тяжело, тяжело. Слишком много у них клопок, которые харасит меня. Если бы не могли харасить, я бы, наверное, подрался. Так, пригенится. На спектре юзал спичал. Максимально юзал. Сгидал, не делай это радио. Глядь, я не бил его. Не выжил. Мне слишком много дает. Прям максимально много. Все, что можно мне дать, они дали. Стану в АК. ВК все время меня бьет. Про каст инвокер. Рандайинг. Все это меня бьет. Неверно. У меня рядом нет ничего. Ну ладно, ничего страшного. Все равно это игру выигрываем. Надо купить что-то на жир, чтобы я не боялся, что меня так бьют. Чтобы я мог просто впитывать весь урон. Я куплю скади и скади. Два скади просто пусть будет. Я нафармлю. Плохо, конечно, что я умер. Но, блин, такая игра. Такая игра. Слишком много говна у них всякого, которым я замедляет. Контрпики неприятные. Ну типа не прямо, не контрпики. Инвокер, он хорош против мипа. Он мешает. Но он не контрпик. Он просто мешает. Хороший инвокер обыграет мипу. И хороший мипа обыграет хорошую инвокер. Так, вот там такие, на, и палка на двух концах. Ловите его. Давай, 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 в спектраль. Давай, давай, давай. Маха, фиркнет, хорош. Ради какой-то. Ну, челкаем. Тамбул сломаетесь, почему? Ну, давай сразу, тамбул просто. Труба плохая. Я не хочу бегать. И трава где живет. Он с сунтой, да? Да, сунтой. Под шайном все это. Зря они так делают. Вон, я иду. Там нет ничего. Там уже точно нет ничего. Они все потратили. Бегут, бегут. Не стал всех покинуть. Слишком много байбеков. Слишком много байбеков. Блядь, застрял тут, нахуй. Ой, ну он спел льтаноить. От этого отвезти, других подвезти. Тяжело. Понимаете? Очень легко разводить мимпановку, а ты можешь нажать на него мышкой и отвезти. Но я... Кому? Мне. Очень прикольно разводить мимпановку, нажимаешь мышкой, отводишь. Но там всякие юниты маленькие, куча других... Куча юнитов маленьких, куча зомбареек, куча всякого дерьма. Это нужно прокликать там мипы в этом дерьме. Тяжело, тяжело. Очень много нитов. Я мог, конечно, по этим кликать, а мог биндами кликать. Но биндами там тяжело. Я пытался мышкой, но я не могу. Там слишком много зомби. Ты выделяешь зомби, что-то не прокликивается. Короче, сложно. Но нормально. Типа, это ок. Это ок, когда ты на мипы такие игры играешь. Тебя убивают, все команды и наваливают. Это норм. Потому что в этот момент Светлана не должна фидить, а он фидит. Это плохо. Но у него все на шматки появляются. А я героев не боюсь. Проблема в том, что у них все керри. Абадон керри. У них ВК керри. Верно будет керри. Инвокер керри. А у нас, по сути, я и Спектра. Бриз такой. Не до герой. Это вообще не щук. Слабо. Слабо на экспу, причем, 26 минут, столько левелов. Тяжело пока что. Надо Рошу-Рошу убить будет. Плюс Скаде купить. Тяжело. Тишко меня отздушили. Ну, я сам ошибся, что пошел. Ну, типа Виверно очень сильно портит мне жизнь. Потому что понятно, что она только у меня будет пытаться нажимать. Но я его впитываю, а после ульты меня еще и другие прокасты летят. Просто Верно легко переиграть. А вот еще и ее команду рядом. Тяжелее. Ну, да, Бетин без нее было бы легче. Ставлю Скаймагу, сам лес покачаю. Скади добьем. Хорошо. Хорошо. Так. Скади почти есть. Так вот, даже сделаю. Я бы на Рошану сходил, но я не уверен, что меня там не убьют. Видя, как противники играют, мне тяжеловатые. Кстати, талант на миссы и общинчество. И Радик очень хорош, когда против меня, когда против меня Виверно. Он мне миссы дает по себе же. Хорошо, нет еще. Мне точно нельзя драться. Мне нужно подождать. Потому что мне обязательно купить Скади. Мне обязательно выйти чуть-чуть жир, получить 25-й, нет статы еще. Скади купил, отлично. Теперь мипку я отправляю фармить. Других мипанов я отправляю фармить. Главным героем, иди сюда. Вы вдвоем фармите два этих спата. Ты идешь фармить этот и этот. Потом я купил себе Скади, статы появились. 25-й нужен скорее. Плюс шайн добра. Зафармили? Зафармили. Теперь пуфуйтесь ко мне. Хорошо, пуфнулись. Я не знаю, есть ли там блинк на Виверне, но узнаем, так сказать, по ходу дела. Очень важно разводить на блинк Виверне, чтобы, если она блинкуется, я нажимал и блейд в одного из своих мипанов. Отвратительный глиф. Записал тайминг. Это 33-33. Это плохо. Должна быть хороша уже. Я считал, Березом нужен был. Анцик тоже аром-полом. Все мне не нужен. Здоровье по-любому. Здоровье точно. Я должен впитывать урон. Не спеваю как-нибудь добежать. По наме отпушиваю, сам герой бегу туда. Ловите верно, по-моему. Окей. О, похуй. Я сыр выложил. Заберите кто там. Либо Брист, либо Спектра. Ломаем базу. Какая месилова. Брист с сыром. Хорошо. Веки там есть, скорее всего. Не нужно только так заходить. Давайте разделимся. Вы пушите одну линейную и другую. Пусть побегут за нами. Давай, давай, давай. Пушьте бот. Агрессивно, парни. Пушьте бот. Они сейчас за мной в топ побегут. Если они побегут, я им снесу две стороны. Молодцы, парни. Красиво все делается. Они еще дерутся, уверенно. Молодцы, парни. Все красиво сделали. Да-да, я. Король крыс. О, у меня ультанул таки. Вот, я говорю, сейчас ультавиверно. Ультавиверно. Ультавиверно очень много. У тебя с ультавиверно. Блин, ты переборщил, партишка. Зато мне послушаем, а? У меня БКБ там. Мань. Так. В следующем заходе у меня будет еще одну скаде. Я по-регеню. Не, ну, у меня не получается. Вот в лейте я уже по контролю теряюсь на мипке. Чувство, будто не получается кнопки жать. Ну, бывает. Сейчас я по-регенюсу, пойдем сюда с тобой. Я как раз второй. Еще дускать и закончу. Не помню, чтобы этого населения прокачивал. Надо посмотреть самому на записи, когда это сделал. Все, я реально не помню этого. Бам-пам. Пам-пам. Что лучше, скаде или птшка? Не, по-любому скаде. Вообще без вариантов. Да, мс, конечно, меньше, но все же. Барни, я сейчас в бот выйду в инвизию и начну бить базу. Глиффа у них нет, поэтому если вы начнете драку... Наверное, хаун, спектры, там вы где-то драку начнете. Я им снесу базу за 10 секунд. В любом месте. Драку начинайте сейчас. Чап-цан, ждите там. Прям сейчас. Хаун, жми на спектре и нападай на них. Отлично. Верно, без ульты, если что-то. Это все, он похуй. У меня еще эгис есть, вообще похуй. Готов за жизнь усидится тут. Найс урон, брат. Молодцы, парни, вообще красавчики. Доверие все сделали. Просто буду пушить. Если не знаете, кто не побеждать, вы печитесь на нем сплит пушить. Все очень просто и выгодно. Ладно, мне пополучает много дамажа. Не получается умереть просто. Я хочу умереть. Ладно, ребят, это уже скорее всего выграно. Я хочу пожелать вам в хорошее настроение. У меня записано 3 видео. После 3 видео я, скорее всего, еду отдохнуть. Лапочку на 3 денька. Просто так, чисто почилю. Хорошо проведу время. Так сказать, поживу. Надеюсь, что вы меня не слишком за это будете пиздить. За то, что я не буду записывать видосы 3 дня. Но они уже готовы. Они сами разъясняются на канал. С вас, Лукас, на этот видос. Хорошо. Просто желаю вам реально пиздат и вечерого настроения. Потому что я иду отдыхать. У меня пиздата сейчас. Чувство, что в следующие некоторые дни пройдут прям пиздата. Ну, я вам того же желаю. Чтобы вы то же самое ощущение в груди испытывали. Что у вас все пиздата. Поэтому все, ребят. Давайте вам хорошего вечерка. И пиздата проведите следующие 3 дня без меня. Я уже пойду собирать. Всем пока. Жарко пиздец.